Как существует логическое? Мы спрашиваем не в том отношении, что это у нас где-то в голове какие-то цепочки нейронные, или это где-то скрижали, записанные где-то на небесах. Не будем фантазировать, а поговорить о том, какие требования к характеру их существования есть, исходя из тех функций, которые мы возлагаем. На это логическое, на мысли, на высказывания. То есть мы, когда оперируем с высказыванием, мы имеем в виду какой-то способ существования, на самом деле. Иначе бы мы на них не опирались так, как делаем. Ну, в частности, можно сразу сказать, что, если мы говорим про логическое, то оно как-то должно существовать в качестве чего-то неизменного. То есть оно как-то, так сказать, должно не зависеть от существования, от времени. Не зависит от существования, понятно, ну, от места. То есть не локально такое. Вот, когда мы как бы выносим какое-то логическое суждение или следование какое-то логическое осуществляем от одного положения к другому, мы рассчитываем все время на то, что от каких-то контекстуальных условий места и времени оно не зависит. Вот. Но в то же время, в то же время, мы не можем сказать, что оно, можем ли мы сказать, что это какое-то, что-то вроде мира идей. Вот. Что там существует. Это один из способов решения. Один из способов. Да. Но тут, при таком способе решения, ну, допустим, логику, как законы построения там каких-то суждений, наверное, можно было бы куда-то туда отказать. Отправить, да, в мир идей. Ну, вот, допустим, конкретные мысли, да, конкретные высказывания. Вот с ними, как бы, немножко странно получается. Потому что, с одной стороны, как бы, все конкретные идеи и мысли, понятно, что они много раз высказываются, но когда-то все-таки они высказываются впервые. Да. То есть, ну, в общем, они имеют какую-то историю, с одной стороны, в нашем мире, да, то есть они вот когда-то возникли, когда-то там развивались, дополнялись. Вот. Вот. Ну, то есть есть некая история... Но это тебе скажет, что... Да, но в то же время... История людей просто, история знания, а не история самих идей. Да, но в то же время, как бы, они вот существуют там предвечно, так сказать, в этом мире идей. Вот. И как, вот, как, так сказать, их вот этот двойственный характер существования, как он не мешает ли им, да? Да, вот, то есть здесь они как бы в каком-то инобытии, что ли, пребывают, да? В вынужденной историчности такой. Вот. Или она никак не отражается вообще на их содержании, да? Вот. Ну, Платон в применитель ставит такую проблему, связанную с тем, что вот те идеи, которые как бы сами по себе существуют, в том самом, как ты говоришь, там, в каком-то мире, в другом мире идей. И те идеи, которые являются отражениями этих идей у нас, да, в виде вот нашего знания, это разное, как бы, да, и между ними провести мост очень сложно. То есть, вообще говоря, есть, может было, отсюда может было какое вот дело, что есть некая мировая логика, да, логика, которую парализует весь мир. А есть логика, которую мы обладаем, которую мы используем для того, чтобы к каким-то выводам приходить. Ну, на самом деле, если, как бы, немножко вернуться к тому постой, к основе вопроса, которые ты озвучил, то следует сказать, что первое, самое простое решение, которое стоит следовать, что есть наиболее общие, как говорят, там, принципы, законы, там, отношения и прочее, которые абстрагированы из нашего опыта. То есть, мы наш опыт можем брать его конкретности, его многообразности, а можем взять, как бы, этот опыт со стороны каких-то вот наиболее общих особенностей, некой всеобщести. И вот со стороны этой максимальной всеобщести мы получим вот эти логические законы. Ну, это интересно, да, но парадокс в том, что вот абстрагируя вот таким образом вот эти общие особенности, мы можем ли мы потом, как бы, на них положиться, да, то есть, они при этом не обладают таким безусловным статусом, который бы нам, которого мы ждали от той же логики, да, то есть, ну, нехорошо было бы, и мы все это понимаем, допустим, мы, наверное, математики в первую очередь, да, чтобы вот все эти логические законы, на которых построена там, не знаю, целая наука, ну, или наше мышление, вот все всякое, да, чтобы оно было просто, как бы, абстрагировано из опыта, да, чем-то таким эмпирическим. Вот, нет, может быть, это и хорошо, да, но, так сказать, испокон веков этого почему-то боялись, да, боялись, вот, так сказать, эмпиричности. Да, есть второе решение по этому поводу, что все эти наиболее общие законы, принципы и прочее, они, на самом деле, априорные. Ну, да, суть наша, как бы, да, суть наша, там, как бы, изначально вшиты как-то в наш способ познавания, в нашу, как бы, субъективность, и мы только их просто проектируем вот в этот эмпирический мир. Есть, кстати, сразу третий, можно сказать, да, вариант, когда они вшиты, вот такие априорные, но именно в мир вшиты. То есть это не то, что мы абстрагировали нечто общее из мира, да, как, как бы, какой-то остаток, а когда мы прямо увидели там, да, ну, или каким-то образом, чудом, так сказать, обнаружили уже вшитые в мир законы, да, то есть некую схему, это Гейгель уже, да, вот, то есть это логика, как бы, она растворена, ну, не растворена, но просто, как бы, как раз мир и представлены. Да, есть логика мира некоторая, да, там, и мы точно таким же способом, каким мы с помощью наших восприятий, там, восприятий зрения, слуха и прочего воспринимаем мир, точно так же с помощью мышления мы воспринимаем некую логическую сторону мира, да. И надо сказать, что... То есть мышление точно своего рода восприятие, это восприятие, как бы, мысленной стороны мира. Надо сказать, что вот в пользу вот этого подхода третьего, да, существенно вот как-то в пользу этого подхода говорит то, что мы же, как бы, не просто так, это логика нам, как бы, сама по себе нужна, как игрушка, да, а мы с помощью неё мыслим и, допустим, полагая нечто одно истинным, там, ну, какой-то факт, допустим, переходим к каким-то следствиям, да, которые тоже полагаем истинными. И вот то, что на опыте оказывается, что наше мышление не ошибается, вот, и подтверждает, ну, как бы, костным образом, что эта логика вшита в мир, а не просто является какой-то, там, нашей логикой, либо какой-то логикой, там, потусторонней, но, опять же, не эмпиричной, вот, каким-то долженствованием, может, все представить, да, вот, как бы, кантианскую ситуацию, там, ну, не кантианскую, не совсем. Да, ну, конечно, тут сразу есть от других, как бы, от других, вот, решений, да, вот этих двух, ну, сразу объяснение, как так произошло, что и у них все хорошо, они говорят, что на самом деле, как бы, весь мир уже, ну, если, допустим, это наши априорные формы, вот эти вот, логические наши, собственные, то и мир весь уже, как бы, субъективный, вот, и наоборот, хотя, хотя тоже, как бы, ну, не весь же, ну, в общем. Ну, действия... Ну, пока мы только по рельсам движемся в тандартах. Да, здесь только просто вопрос, на самом деле, вот, с моей точки зрения, нерешаемый. То есть, постановка вопроса о том, где существует логика, она сама, по своей постановке вопроса, мне кажется, на этот вопрос, мне кажется, некорректен. Потому что сказать, что, когда мы говорим о том, что где-то что-то находится, да, мы должны указать некие пространства, ну, нам на этот ответ, да, вроде как требуются указать некие пространственно-временные характеристики, да, какой-то локализовать его как-то в пространстве во времени, вот, типа, вот в этом месте, там, как у Платона, да, там, где находится идея, там, ну, где-то на небесах, там. Где, или как мы как про Бога говорим, где находится Бог, там, Бог тоже на небесах, да. То есть, каждый раз, когда мы спрашиваем вопрос «Где?», всегда, каждый раз мы подразумеваем некие пространственные характеристики. Нет, хотя бы, допустим, не спрашиваем «Нигде?», а «Как?». Вот, всё-таки. Поэтому, когда мы спрашиваем, потом, нам правильный вопрос здесь должен стоять, именно о вопросе «Как?». Это правильный вопрос, потому что нельзя сказать, что логика растворена как бы в мире только, да, или логика присутствует только в нашей голове, там, или как-то она в каком-то пространстве, там, где-то находится. И все эти подходы, они внешние, да, они пытаются найти некую пространственную локализацию логики. Скорее, следует говорить о том, что логика, она присутствует как? Каким-то образом она, то есть, говорит о способе, что в нашем способе, тем способом, каким существует человек, она нам как-то доступна. Ну вот она как присутствует? Как идеальная, можно так сказать? Знаешь, как там идеальная, реальная, такое различие? Ну, в частности, как идеальная, конечно. Другое дело, что идеальная не в том смысле, как то, что не существует, а идеальная в том смысле, как абстрагированные от чего-то, как обобщенные от чего-то. Ну, как лишенные всякой, может быть, эмпиричности. Да, как лишенные эмпиричности, как лишенные вот эти детальности. Вот мы можем смотреть на реальность и пытаться каждую деталь увидеть, а можем посмотреть на реальность как бы с такой обобщенным взглядом смотреть, и видеть как бы отдельные объекты такие обобщенные. Я вот про этот опыт говорю, можно описать так, что если взять перед собой стекло, то можно каждый объект как бы вот обозначать на стекле, вот прямо так, прямо рисовать там в том месте, в котором ты его видишь, какие-то кружки, допустим, да, и как-то, и говорить об отношении этих объектов между друг другом, рисовать между ними какие-то там эти связи. То есть, иначе говоря, в нашем прям восприятии в самом уже присутствует вот эта вот идеальная сторона. То есть, мы, вот классическая философия любит говорить о том, что в опыте эта идеальность спроектирована. То есть, как если бы сразу мышление было всегда субъективным. И это и Гегель об этом говорит, и Камп. А на самом деле, возможно, правильно это говорить было вот так, что мы не можем сказать точно, на самом деле, является ли вот эта вот обобщенность только нашим или реальным самим по себе. Как империзм говорит, что все реально, а мы абстрагируем, да, а приоризм говорит наоборот, что мы проектируем во мне, да. Правильный подход. Мы не можем на этот вопрос ответить. Потому что мы постоянно находимся в неком феноменологическом опыте, в котором можем в каждый раз обнаруживать наличие вот этого мышления, которое в самом мире присутствует. Ну и каждый конкретный опыт, опять же, он расслаивается в себе. Вот это реальное, идеальное, на мысль и вещь, там, на форму, и он расслаивается. Но не так, чтобы как бы было известно. То есть, он здесь вот расслаивается, локально. Вот как мы говорили только, что про имманентный, там, трансцендентный мир. Не, ну просто это же вопрос о том, что такое, в принципе, реальное. Часто говорят, что реальное – это то, что дано в чувствах восприятия. Ну, это странно немножко, да? Ну да. Это странный ответ. А мысль, допустим, нереальна? Да. Получается, мысль нереальна, да, потому что восприятие, она не дана. То есть, мысль всегда идеальна, то есть, мысль всегда субъективна. Это фактически подход к кампусу. Но на самом деле… Не, ну это странно, ведь, допустим, вот если я мысль какую-то подумал, да, вот я шел, шел и подумал, она как бы в моем мире, да, ну, так сказать, она реальное событие. Она реальность. Ну, это что-то, что произошло. Ты с другой стороны похож. Не, ну это тоже как бы… Мысль как переживание своего рода, да, как нечто совершенное, как опыт, совершенное тогда во времени – это один подход. А другой подход, что вот когда я смотрю восприятие, я ведь вижу не просто красное какое-то там, какие-то там другие цвета, они не просто звуки какие-то воспринимают. А я фактически вижу какие-то отношения, вот отношения, и они вроде восприятия не могут фиксироваться никак, а я их вижу, я вижу какие-то аспекты реальности. Опять же, непонятно, где у меня орган того, что вот я вижу некие абстрактные аспекты реальности, да. Вот, например, я могу увидеть прямо в самой реальности там вот некие треугольники, какие-то квадраты какие-то там, какие-то фигуры, какие-то… Могу много запутанных мира, могу вверх-вниз видеть и прочее. То есть все то, что как бы вроде относится к мысли. Каким его органом чувства я это воспринимаю? Реально не это… Разговоры о реальном не сводятся к тому, что оно чувствуется, нечто чувствуется данное. Разговоры о реальном всегда сводятся к вопросу о том, что феноменологически реально присутствует также многообразие мысленного. И поэтому говорить о том, что мысленное всегда субъективное – это наивный подход к делу. И что якобы как бы продвинутая философия там в лице там этих критиков, да, в лице критической философии, что якобы оно вот и увидело на самом деле, что в реальном существует субъективно. На деле ведь мы никогда не можем субъект отделить от картины, которую он видит. Субъект-объект мы никогда не можем разорвать. Мы поэтому никогда не сможем вот это вот построить какую-то грань, да, и сказать, что вот это только относится к объекту, а это только к субъекту относится. В силу того, что вот эта вот данность субъекта объекта, она всегда сохраняется. Потому что она, в принципе, и мы не можем, никаким образом для нас недоступна, как бы, это развлечение. И то, что Кант пытается это сделать в своем трансцендентальном подходе, это на самом деле, если посмотреть глубже, это ошибка. То есть это попытка узреть в самом восприятии, которое перед нами развернуто, как бы, то, что мы туда инкорпорировали, да, всего, как вот, когда мы что-то постигаем в реальности, да, мы по мысли Канта проектируем туда нашу субъективную форму. Вот эта вот попытка, она не удается, если быть последователем, и как бы, ну, это просто не тема сегодняшнего обсуждения, но, тем не менее, можно это показать, что это ошибка. Фактически, на самом деле, конечно же, наверное, наше субъективное и объективное как-то встречаются и, наверное, как-то синтезируются, но мы никак не можем понять во всей этой многообразии, как это происходит. Мы не можем сказать пространство, время, субъективная форма, или как-то какие-то другие формы установить. Факт состоит в том, что вот то, что нам дано, то и есть, и мы должны исходить из этого, как из некой первичности. Собственно, феноменологи с этого и начинают. Они говорят, что вот есть некая первичность, и мы не можем обсуждать о способе данности этой первичности, каким образом она образована. Бессмысленный разговор, потому что он нерешаемый. Причем, получается, что вот такой субъективизм, который как бы со стороны смотрит на субъект и говорит, что он набросил свои способности туда и так далее, он ничем неправильнее какого-нибудь наивного материализма, который говорит, что на самом деле все это субъективное, оно такое же как бы объективное. То есть, если посмотреть со стороны, как бы, да, вот все эти наши, допустим, субъективные там вещи, они являются частью той же самой реальности. И опять же, это так, субъект объектного отношения со стороны выглядит просто как факт мира, в котором как бы задействованы вот такие и такие сущности, про которые можно то и то сказать. Ну, соответственно, если правильно поставить вопрос о различии реализма, идеализма, материализма, идеализма, такого различия, конечно же, нет. Это просто, ну, так сказать, изначально ошибочная постановка вопроса, она ведь, если вспомнить, поставлена Энгельсом, да, и как бы связана с тем, что первично. Никакого отношения вопроса, что первично, там, дух или материя, там, никакого значения не имеет, да, и поэтому это различение, оно несущественно. Изначально, наверное, в философии, в принципе, как бы, вот, есть некого рода данность, да, и эта данность, она столь же субъективна, сколь и объективна. И попытка, как бы, вообще, в горе, здесь границу привести жесткую, это попытка никогда не удается. Другое дело, на самом деле, что практически, на самом деле, мы все-таки в нашем опыте можем попытаться устанавливать, насколько этот опыт, можно было бы говорить так, насколько он правильный. Ну, правильный не в смысле, а объективный, потому что, поскольку мы находимся всегда в этой феноменологической ситуации, мы не можем сказать, что прямо вот об объективности абсолютной. Мы всегда вот можем только об объективности некой относительной говорить. Фактически, вот эта относительная объективность, это есть непроизвольность. Вот есть субъективность произвольная, да, то, что, вот я хочу, хочу будет так, да, вот, как бы, воображаемую субъективность, хочу будет иначе. А вот есть субъективность непроизвольная, то есть, которая не, та субъективность, которая мне дана, и в которой я не могу уже, как бы, сомневаться, да, вот, не могу, как бы, опираться на то, а пускай будет по-другому. Вот это вот, фактически, мы должны говорить об объективности всякий раз, когда есть вот такая непроизвольная субъективность. Поскольку, вообще, на самом деле, если и вообще, по основному вопросу правильно ставить, то никакое субъективное, различие субъективное и объективное само по себе некорректно. То есть, на самом деле, надо вообще не из этого исходить. Надо исходить из того, что что-то дано перед нами и развернуто. И нам в этом развернутом просто надо сориентироваться. И сам субъект как-то не отделен от этого развернутого, он в него инкорпорирован, он в нем прямо находится. И, как говорит Хадегри, его возможности и способности спроектированы в этот мир. И фактически речь идет о том, что субъект не может себя вот так вот взять и свернуть обратно, и отделиться от мира. Он просто так уж он устроен, что есть никого рода горизонт. И вот этот весь горизонт перед ним открыт. И обсуждение именно и должно быть таковым. Никакого субъекта объекта различия нет. А есть скорее разговор о том, что есть некое присутствие, и оно перед нами раскрыто в некого рода горизонт. И в этом горизонте мы должны... Это есть феноменологичность, которая у Хадегри заявлена. В этом горизонте мы должны разобраться, понять, что такое удаленность, что такое близь, что такое взаимоотношения с этими сущими, что такое мир и прочее, все вопросы. То есть здесь некое единство, опять же. У Хадегри как раз здесь и намещено вопрос о такой монетном. Если есть субъект-объектное различие, то есть вот это вот трансцендентное всегда. Ну да. За всяким объектом всегда стоит вот эта маящая трансцендентность. Ну да, либо субъект как бы трансцендентен, да, либо объект трансцендентен. То есть либо одно является основанием, либо другое, как вот, так сказать, нас призывают выбрать, что как бы первично, понимаешь? А на самом деле есть некий монетный переход. Субъект и объект, между ними нету как бы границы, и поэтому и бессмысленно как бы их выделять. Скорее речь идет о том, что каждый раз в нашем опыте возникает некого рода сущие, с которым мы уже как-то непонятным образом полностью соотнесены, и мы понимаем, что с ними надо делать. Это сущие перед нами вырастает в каком-то виде, в виде какой-то утвари, в виде какого-то там подручного объекта. И мы уже заранее знаем, как с ним можно оперировать, уже как-то все это как-то заранее известно. Вот есть некая предзаданность, да, предзнание какое-то. Не так, что мы вдруг раз, и перед нами открылся вдруг какой-то объект неизвестный. И начинаем изучать уже задание, уже вписан в некого мира, в некий горизонт, и мы понимаем уже что-то, много чего, что о нем знаем уже предварительно. Но мы как бы немного другому образу перечисли. А если теперь говорить о мысли, опять же, то вот если мы считаем, что вот это субъект-объектное различие, оно до некоторой степени некорректное, и требуется как бы построение некой онтологии, где этого различия нет, то... Извини, все-таки это перебью тебя. Но ведь заметь, как вот, что все время раздражает в этом мире, да, хей-дегерианском, вот, что ну как это так, не может никакая новая вещь, да, с которой мы не знаем, что делать, в него вступить. Ну ведь это как бы, ну это неестественно, вот, ну происходит такое у нас постоянно. И возможность такая есть, и это и есть как бы то самое замыкание мира. Вот это как бы, вот, и чтобы он был эманитен, его нужно замкнуть. И как бы вот эти все трансцендентальные, как бы... Ну на самом деле, таких способов, по-моему, замыкания Левинас предлагает в виде чудо. Вот, якобы, есть некий след какой-то, знаешь, который, как бы, вроде не от мира сего, да. Как-то он там проникает в наш мир, да, вот, в виде следа, и тем самым указывает нам на трансценденцию. Не, ну вот, условно говоря, ну в любой момент Богу вот привезти к инопланетянам, да, и привезти с собой, вот, какие-нибудь там, не знаю, вещи, и бросить, оставить. Мы не будем знать, что с ними делать, да. Ну то есть сейчас, конечно, мы знаем, что это артефакты инопланетян, с ними надо работать, как с артефактами инопланетян. Вот, но представить себе, что еще что-нибудь произойдет, да, такое, что мы обнаружим, ну как так. Ну, и все-таки Туземец, да, вот он как бы ходит, он ходит по своей африке, вдруг над ним пролетает самолет. Трудно, конечно, в его, вот, шкуру влезть, как он там воспринимает, как трансценденцию. Это невозможно, по-моему, потому что уходили, всякая трансценденция, она вот, нет, это... Да это понятно. Если бы была трансценденция, сразу бы объект появился. И сразу вот это разделение субъекта объект сразу опять выросло, и все опять разорвалось бы. Вся вот эта вот структура иммунитная держится только за счет того, что вот эта объектность, она так как бы локальная, да, она такая как бы... Как возмущение от поля, понимаешь, вот, нечто как бы вырастающее в виде пространственности. Ну это да, ну просто, это все очень красиво, но опять же, ну так ли, так ли, вот что смущает. Не сделано ли здесь, как бы, некая, опять же, натяжка в угоду тому, чтобы вот все сорослось? Потому что, ну как же все-таки? Ну и более... Когда речь идет про молотки и лопаты, все понятно, да, молотки и лопаты... Кадири и бога нет, понимаешь, к которому по-другому... В Манесу не можешь в обступить, правильно? Ну да. У него вообще все, что как бы за пределами возможности манипулирования, возможности вот этого, как бы, там, нашего... Нашего... Как это? Нашего... Нашего... Нашего интереса, там. Нашего интереса, нашей заботы. Что со звездами этим, звездам неба над головой, вот что с ним, да? Что как бы с чистым, не знаю, там, искусством или наукой, с бесстрастной, там, этой... Жажда истины. Вот люди, допустим, хотят знать истину ради нее самой. Где она там, да? Можно ли к ней пробиться сквозь заботу, там, и прочее, прочее? Мне просто я бы сказал, если говорить, стоять на стороне Хайдингера, что всякого рода вот такая трансценденция, она... Связана с определенного рода философской коррупцией. Понимаешь? Потому что из этого трансцендента можно выводить все, что хочешь. Это вот некое, вроде, ты, как бы, допускаешь некую дыру, как бы, да, в бюджете, условно говоря. Ну, это понятно. Куда все, что хочешь, можно засунуть. Ну, дело же не в том, что ты там что-то допускаешь. Речь идет о том, что хотелось бы, чтобы было так, как Хайдингер описывает. Но все-таки мир, как бы, вот... Мир, конечно, более сложный, чем любой способ... По Хайдингеру получается как? Вот, допустим, ты не можешь встретить непонятно что. Вот, ну, допустим, ты идешь, а там какое-то пятно, понимаешь? Вот. По Хайдингеру получается, что ты сразу, как бы, каким-то образом, ну и определяешь. Там, машины, это стоит, еще что-то. Даже если ты ошибаешься. Да. Да, это неважно, да. То есть, и это феномологически очень здорово, да, когда он говорит. Вот мне это на всю жизнь запомнилось и понравилось, что когда там по улице проехал, как бы, мотоцикл, я услышал мотоцикл, а не шум. Но! Иногда ты слышишь шум. Вот что надо признать. Иногда ты слышишь просто шум. И, как бы, и этот шум, он ни о чем не говорит. Ну, то есть, я понимаю, что ты критикуешь Хайдегера вот с позиции того, что трансценденция есть, как бы, вот, и это, как я говорю, так же и Левинаса ведь. У Левинаса есть и желание, как бы, вот, найти некое, это, какое-то, как он говорит, выделенное смыслонаправление, да, которое, в конце концов, которое приводит к Богу, да? Или, в конце концов, которое соотносится одного человека с другим. Ну, это не про Бога, а мне кажется, что мир Хайдегера, он, как бы, слишком уютным сделал. Он его замкнул, он у него весь, как бы, насквозь понятен, целесообразен, да? В нем не встречается шум, в нем не встречается, как бы, бессмысленность, понимаешь? Вот, а если и встречается, то только, как он выражается, как негативный модус, понимаешь, там, да? То есть, была осмысленная вещь, потом ты перестал, как бы, ей пользоваться, она стала бессмысленной, да? Вот. Вот это вот меня смущает, что... Ну, вообще-то, говоря, Хайдеги разворачивают некоторого рода идеи, как бы, антологии. Опять же, отталкиваюсь, с одной стороны, от феноменологии, а с другой стороны, от запрета, допущения того, ну, как вот, как я назвал там, коррупции, допущения того, что было бы, еще можно бы вывести все, что хочешь. Я не предлагаю вводить, вот, что называется, трансцендентное. Потому что трансцендентное недоступно, но каким образом оно есть? Как оно есть? Не надо говорить про трансцендентное, просто не надо говорить, что все, что мы встречаем, есть подручное, вот что. И что все оно, как бы, и все, что мы встречаем, есть смысл. То есть, вот, и бессмыслиться всего лишь один из, как бы, одна из, один из смыслов. Вот это, мне кажется, как бы всевозможная коррупция, которая как бы построена на, опять же, гегемонии тождества. Здесь, скорее, я бы сказал, гегемония доступности. Ну и доступность нет. Смысл нам доступен. С этим мы понятно, что можем делать. А как мы можем делать с чем-то, как ты сам говоришь, некий шум? А что это такое? Да, ну, тем не менее, мы с ним встречаемся. Понимаешь, в чем дело? Мы с ним встречаемся. Шум для нас указывает на нечто другое. Это звучащий автомобиль. И Хайдегер признает, что мы встречаемся с такими вещами. Его, как бы, его натяжка и коррупция, ну, как бы, очень изящная, конечно, кто спорит, но классически изящная. Состоит в том, что он говорит, что если мы встречаемся с чем-то бессмысленным, с чем-то бесполезным, то это всего лишь в негативном модусе, говорит, он нам предстал. Да, вот что-то бывшее, как бы, осмысленно предстало в своем негативном модусе. Или, допустим, мы, как бы, наше бытие есть забота. Если мы о чем-то не заботимся, то это в негативном модусе, понимаешь? И вот, и так далее. То есть, мне хорошо, если вернуться, опять же, к мысли, как у Хайдегер с мысли. У него же ведь мысль точно так же растворена вот в этой, в неком единой тотальности, да, вот некой единой, вот этот развернутый сигарет. Ну да, она непонятна, ни там, ни туда, ни туда, ни у него. Причем она развернута интересно у него. Как бы у него же, она же не просто развернута, а быка, она где-то в языке как бы существует. Что и язык точно так же как-то, ведь и язык ему они, и не так, что язык на нашей только стороне. И язык как-то вот так вот распростерт в этом горизонте. Вообще, в этот горизонт, он, все, что у нас существует, и наши ощущения, чувства, мысли, сознание, вся наша совокупность, она сразу развернута. Язык в этом плане, это, наверное, действительно самое... Вот тут мы подходим к тому, почему интересен язык. Потому что он, с одной стороны, реален, язык реален, он развернут в реальном мире. Он состоит из реальных слов, на нем говорят реальные люди, он трансформируется, меняется. В то же время он идеален по своему смыслу. Любое слово как бы идеально, потому что иначе как бы оно могло значить. Оно значит что-то как бы вневременное, оно значит смысл, а смысл всегда идеален. И вот этот вот сплав как бы реального, идеального, вот это и есть иммунит. То есть язык представляет собой образец, он как бы показывает, как мир может быть иммунитным. Вот так же, как язык. Мы мыслим два разных способа бытия. Мы можем сколько угодно говорить, что такого различия нет, но мы постоянно мыслим два разных способа бытия. Как бы изменчивое, вот такое эмпирическое, реальное, с одной стороны. И с другой стороны, какое-то вот такое вневременное, как бы безусловное, вот, идеальное мыслим. И когда это все совмещается вот в каком-то феномене типа языка, это чудо. Вот, ну то есть как чудо. Это вот такая реальность, которая чему-то должна нас научить. Ну вот смотри, как бы, вот я в свое время, когда я эти просмотрел, тебе неудивительно, допустим, что люди, какие-нибудь там инженеры размышляют про идеальные какие-то машины, там, идеальные схемы, потом берут их, воплощают в реальном материале и все работает. Это то самое чудо, о котором ты говоришь. Как это происходит? Как возможно вообще техника? Как возможно идеальные конструкты, идеальные размышления, какие-то теории, потом воплотить в реальных механизмах, которые благодаря этим идеальным размышлениям и теориям работают? Ну да. Это же можно сколько угодно обсуждать, как его разум теория подтверждается экспериментом. Это все, как бы, еще как бы нечто специфическое. А вот если мы говорим о технике, которая вот вокруг нас, она вот работает, она и есть воплощение вот их всего идеального. Согласен. То есть это на самом деле получается, что вот это вот идеальное, оно в каком смысле идеальное? То есть мы его назначили идеальным? Может оно в самом мире существует? Понимаешь, как бы, когда я говорю в самом мире существует, я опять же отделяю его от этого идеального. Просто правильно не говорить, что вот горизонт развернул. Что мы, может быть, лично для себя различаем это идеальное и реальное, а на самом деле оно как бы в одном находится. И даже рисуя схемы, на самом деле мы ничем другим не занимаемся, как в самом этом реальном рисуем схему. Не, ну опять же тут, как бы, я и рисует ли, может вспомниться, у которого там сущность внутри вещи присутствует? Вот, и сущность как бы представляет собой что-то идеальное? Я-то об этом так говорил, что реальность расслоена. Что вот есть много слоев реальности. То есть один из слоев, то, что с нашей точки зрения, самый абстрактный слой, слой там схематизма, да, там, взаимоотношения объектов. На другой слой там слой, как бы, более подробный, более детализированный и так далее. Эта реальность, она такая многослойная. И когда мы работаем самым абстрактным, с нашей точки зрения, слоев, да, там, слоев схемы, там, какую-то схемотехнику осуществляем, потом ее набрасываем на весь остальной слой. И достигая самого детализированного слоя, то, что дано в восприятии, мы можем, мы как бы видим прямо в самом восприятии ту схему, которую мы набросили. И это позволяет нам эту схему воплотить. То есть вопрос, как бы, реализации идеального, есть вопрос того, каким образом мы реальность можем вот так вот расслаивать и обратно собирать. Возможно, сама реальность так устроена, что она вот просто как вот, как слоеный пирог, вот такая многослойная. И вот как гармошку, вот мы ее так расслоили и поработали с самым абстрактным слоем. Потом обратно его туда поместили. Вот когда вот мы обсуждали сознание, понимание обсуждали, я вот говорил про схему. Схема, ведь основная характеристика схемы состоит в том, что схема, она не бывает истинно или ложной. Схема бывает только больше детализированности или меньше детализированности. То есть, потому что схема изначально, будь она, сказать, самая где-то абстрактная, вот там мы как бы, есть реальность, которую мы видим, мы вынимаем схему, все равно эта схема, это схема этой реальности. То есть все связи, которые здесь есть, связи этой реальности. То есть это, вот я как говорю про стекло. Стекло мы рисуем, можем точками отмечать. Смотря прямо на реальность, в нашем восприятии мы можем в самом восприятии отмечать объекты самым абстрактным образом в виде точек. То есть, как бы наша математика, можно так было сказать, что математика и всё наше оперирование пространственное и числовое, оно само по себе есть просто один из слоёв самого реального. И просто мы научились этот слой абстрагировать от всего остального. Автомизировать так. Да, делать автономно. Иначе никакого никак невозможно понять, каким образом математика является такой успешной в науках, как в её применении является успешным. Изначально мы математически видим, на самом деле, мы действительно видим точки. Я смотрю в горизонт, я там действительно вижу точку какую-то. Потому что тот объект, который там находится, для меня, с моей позиции, представляет собой точку. Я действительно вижу линию горизонта, а не ту самую линию, которую могу потом взять перед собой на стекле и вот так нарисовать. Это и будет та же самая линия. То есть вся наша геометрия, вся наша математика, и про всё остальное точно так же. Там треугольники, это действительно про геометрию говорит, и дальше аналитические. Там один, два, три, как бы, да, в счёт, всё это присутствует в самом. Вот в самом восприятии всё это есть. Ты знаешь, это те фильмы про спецслужбы, там современные боевики там тоже любят, там какие-нибудь очки или ещё что-нибудь, которые, знаешь, выделяют объекты, выскакивают какие-то там связи, там какие-то там надписи, ещё что-то. Но получается, что это лишнее, потому что мы и так уже как бы так действуем. Это всего лишь визуализация, но, сложно говоря, нашего, ну, нашего обыденного действия. Я бы даже так сказал, что вот эта вот, как бы, модель о том, что мы расслаиваем реальность, да, нам надо многообразные слои, есть, как бы, слои самые абстрактные, как бы, с нашей точки зрения, есть более подробные и прочее. Мне кажется, в этом и состоит наша наука. Вот можно понимать это так, что мы, работая на уровне понятий, якобы сводим раскрытый перед нами в горизонте мир, как бы, вот к неким понятиям и прочее. Это, на самом деле, слишком простое упрощение. Потому что то, что развернуто перед нами пространственно, невозможно каким-то таким простым способом свести к тому, что не пространственно. Вот где произошла редукция, где пространство схлопнулось? Вот, надо показать переход, каким образом вот это вот пространственно-временное многообразие перед нами развернутое, вдруг схлопнулось вот к некому многообразию непространственную времену. Как это случилось? Я вот утверждаю, как бы, что, говоря о понятиях, мы просто каждый раз понимаем, каким образом оно связано пространственно. То есть вот это вот пространственное многообразие, которое перед нами раскрыто, и понятия, как бы, они в него инкорпорированы. Нам только кажется, когда мы говорим и используем понятия, что они оторваны от пространства. Нам только так кажется. На самом деле они как-то в этом пространстве, в другом пространстве. Не пространстве, вот я говорил про то, что сознание есть тоже своего рода пространство. А в другом пространстве, конфигурационном пространстве они тоже висят, как бы. И мы, на самом деле, оперируя понятия, тоже в некотором смысле берем их откуда-то, и тоже понимаем, как они с друг другом связаны, и понимаем, как они связаны также с объектами, которые расположены в реальном пространстве. На самом деле, все, вот с моей точки зрения, все знание, которое у нас есть, оно изначально пространственно-временное, то есть оно изначально в этом многообразии присутствует. И как раз, если мы это знание отрываем от этого пространственного временного многообразия, то тогда и возникают проблемы проверки теории и прочее. А если мы не отрываем, если мы изначально говорили, что оно вот так вот многообразно, изначально связано, и как бы задвигается и выдвигается, вот как баян, как многообразные слои, вот так растянули слои, они раз выдвинулись, потом обратно и схлопнули, как вот так вот. Вот это вот движение, где на том конце максимальный схематизм, то есть восприятие, а на этом конце как бы схематизм, как бы наиболее абстрактный, допустим, вот субъект объекта различия, это наиболее абстрактный схематизм в философии. Но он всё равно также находится во всей этой схеме, присутствует, как двигается туда и сюда. И точно так же про мысли. Если из этой схемы исходить, точно так же мысли, они на самом деле находятся вот в этом пространстве уже конфигурационно. Условно говоря, допустим, мы смотрим на стекло и видим там эту схему, которую начертили. И мы спрашиваем, а как она существует? А вот здесь она на стекле и существует. А так же и мысль из неё может тоже как бы родиться какая-то мысль, которая ещё более... Нет, не просто на стекле существует. Мы же как бы стекло поставили, а за стеклом-то мир находится. Вот я прочертил горизонт, эту линию, так это линия самого мира, а не просто линия, которую я прочертил. Я поставил точку в горизонте, объект какой-то, это же точка самого мира. Математика, она находится, и вся вот эта пространственность, которую мы связываем с математикой, в частности, да, она же вся основана на том, что мы видим своими глазами. Это некая очевидность. А не так, что математика на нашей субъективной стороне, и мы потом как бы там что-то с математикой делаем, а потом уже как бы пытаемся её применить. А как бы можно было бы это применить? Не так. А математика изначально ли как-то в мире она как-то существует? Нет, ну вообще как бы, она, ну вот геометрия Евклидова и там теория чисел, они, конечно, так существуют. Ну какие-то там абстрактные-то разделы, чистая математика какая-то, чистая математика или какая-то топология, какие-нибудь там совсем невероятные вещи. Ну, наверное, да, действительно, глазами. Такие вещи глазами, наверное, вот так вот прямо не увидишь. И не глазами, и никак не увидишь их, потом действительно могут они вылезти где-то там и примениться. А могут и не примениться. Да, здесь возникает вопрос, каким образом мы можем, согласно закону логического исследования, переходить от одного к другому, да? Каким образом вообще мы такие вещи получаем? И тут просто это скорее говорит о том, что надо немножко подумать в плане того, а не можем ли мы вот в этом процессе, как бы, построение схемы, действительно, именно оторваться, автомизироваться. Можем. Вот. Я думаю, что можем. И в этом, как бы, чудо, ну какое-то такое чудо, условно говоря, и состоит, да? Мы можем эти схемы преобразовать и... Чудо, как бы, человеческого разума, да? Вот почему, как бы, он мыслит, да? Не потому, что он, как бы, вот эти вот закономерности. То есть и животное, видимо, да, прочитывает вот все эти, как бы, кады, да? Или все вот эти схемы, которые в мире как-то растворены. Оно же, как бы, сообразно ситуации мировой как-то движется, правильно? Да, только она не может отчетить об этом оттать. Она просто, видимо, и монет на миру самому находится. То есть она находится в некой гармонии с миром. А мы можем отчет в этом дать? Вопрос, как бы, в этом, да? В том, либо мы отчет, либо, может быть, этот, а может быть, это то же самое, да? Мы можем, как бы, их, ну вот именно так, автомизировать, да, как бы, вынуть из мира, да, и увидеть отдельный. Может быть, в этом и есть отчет. Вот, может быть, это, как бы, может быть, это, как-то, связано с тем, что мы можем себе отчет дать. Вот. Увидеть, как бы, их отдельно от мира. Вот. Это схематизм. Просто сам вопрос о том, я говорю, изначально вопрос же стал о том, как существует идеальное. Получается, что идеальное – это нечто то, что мы, как ты говоришь, отделили от мира, и потом пытаемся понять, как оно в мире существует. А на самом деле мы его ниоткуда не взяли, кроме как просто последний какой-то слой выделили, и всё. То есть в мире… Не, ну, опять же, а как наша любимая математика, а как быть системой математики? Мы выделили-то какой-то реальный слой, понимаешь, там, какие-то простые отношения, которые мы видели в мире, или в клюду в геометрию, а потом наградили чёртов ступень, понимаешь? И такие как бы построили вещи, которые мы не выделяли, вот. Уже как бы исходили из своей фантазии, из какого-то там конструирования, исходили из возможностей, логики. Мы построили возможное. Хорошо, а вот это возможно, которое мы построили. Во-первых, первый вопрос – можем ли мы применить? Ну, допустим, не можем. Много разделов математики, которые не применят. Ну, например, теорию групп, допустим, мы же применяем в физике, это удивительно. Не применяем, да. Хотя в каком-то отношении теорию групп можно понять, что вот действительно как-то связано с симметрией. Тут что-то такое есть вроде, да? Доля. Но есть как бы разделы, которые не применят. Этого достаточно, чтобы сказать, что ситуации сложны. Хорошо, я согласен. И тогда непонятно следующим образом. Вот то, что мы придумали – это только так и останется вещь на нашей придумке, или всё-таки… или оно всегда было, а мы просто его вдруг обнаружили, знаешь, вот как вот открыли вдруг, что вот еще и такие соотношения были. Ну, словно, да, словно как бы вот математическое пространство, математически возможное – это тоже часть мира, которую мы исследовали. Вот. То есть мы как бы исследовали то, что возможно, хотя мы и не можем встретить вокруг… Но если это, как бы, вот такая часть мира, которую мы исследовали, это уже тогда совершенно другой, как бы, другой калинкор, да? То есть она не из мира вынимается, да? А это просто как целый регион, понимаешь? Математический. То есть мы пока не можем применить – это просто вопрос, как бы, времени. Нет, применимость здесь… Вопрос, откуда произошло. Это генеалогия сейчас важна. Не применимость, а генеалогия. Как бы, пока у нас изначально разговор такой, что вся генеалогия из мира. Да. Вот, как бы, такой империзм, можно сказать, буквально, да, вот, абстрагирование, вот, другими словами. Не империзм, не империзм, а потому что… Ну, в хорошем смысле империзм. Нет, потому что империзм – это считает, что, как бы, на стороне субъекта вообще ничего нет, как бы, все, что в субъекте есть, есть и первоначальное восприятие. А я так говорю о том, что горизонт раскрыт, где субъект и объект, оно как-то смешано. Да, из опыта, как бы, то есть опыт – это точка встречи, вот, как бы, и субъекты, и объекты – это вот общее поле. В этом общем поле мы можем построить… И империзм в том плане, что из опыта, да, из ситуации вот этой феноменологической все проистекает не от меня, не от объекта, а из точки встречи. Но, тем не менее, возможно, что-то есть априорное, просто мы о нем не знаем. Мы можем установить однозначно, априорное или только из опыта. И тут вдруг получается, да, что мы, как бы, допустим, что-то вот так вот из опыта утянув, да, можем дальше, как бы, его крутить, вертеть и строить что-то, что-то, как бы… А может быть из частей стыковое что-то новое, да, ну, как там этих животных рисовали, средневековое, да, из частей, там, известных животных рисовали всяких монстров. А можем, может быть, и что-то, как бы, отличное, я не знаю, там, в математике принципиально новое что-то можем породить? Ну, наверное, как бы, совсем принципиально, но все-таки из элементов реальности. Я же говорю, я стою на точке зрения, что этот вопрос не решаем. Я вообще говорю… Не-не-не, но он уже… Ну, он как бы… Нет, пока просто ты как будто рассказывал, да? По твоим рассказам все получалось так, что все, как бы, вот так вот… Из вот этой… из бытия в мире все и, как бы… Да. Из некого присутствия и некой вот… Да, да. И некой эманентности, которая перед нами развернута. В котором непонятно, что субъективно, что объективно. Просто, как бы… Есть некое вот поле передо мной развернутое, да, возможного. И я в этом поле возможного просто могу, как бы, с ним работать. Что-то, как бы, брать, как бы, да, вот, расслаивать его и что-то получать, какие-то результаты. Может быть, на самом деле, можно было бы говорить о том, что геометрия – это чисто субъективная деятельность и спроектирована во мне на мир. Но… Нет, я не об этом как раз говорю. Что с геометрией все просто. Ее действительно можно выцепить, так сказать, выцепить из мира, да. А более сложную… А вот сложную, более сложную. А более сложную философию, да. То есть, Канте о чем говорит? О том, что… Вот, как бы… А если вот мы отвернемся от мира, да. Ну, это, как бы… Это фантастическое, конечно, представление, что это возможно, да. Но, вот, если мы, как бы, не будем обираться на опыт. Можем мы что-то там или не можем? Двигаемся мы как-то там или нет? Вот. Пусть даже, как бы, не в плане истины, да, а в плане фантазии. Интересно, что мы можем фантазировать. Двигаемся. Понимаешь? Вот. То есть, мы бы берем… И… Но все равно… То, чем оперируем, не совсем уже произвольно. Все равно, каким-то образом оно опирается на то, что, как бы, дано. Все равно мы как-то работаем с данностью. Ведь это же старая тема, что мы ничего не можем придумать и вообразить. Вот. А если вот такая тема идет, то сразу, как бы, интересный разговор. Допустим. Когда вот, допустим, мы столкнемся с тем, что вот и монет, и мир устранил различие между, как бы, должностованием между по факту и по праву. Но мы же не могли сами его выдумать, это различие по факту и по праву. Не могли. Значит, как бы, оно все-таки должно быть как-то в мире явлено. Понимаешь? Вот такого рода сразу возникают казусы. Ну, это казус из-за того, что всякого рода различия нужно понять, на самом деле. Относится ли это различие к различию, которое есть в самом мире, в этом опыте развернутом. Или это различие, есть различие, которое мы пытаемся навязать. А как мы можем навязать, если, как бы, все оно оттуда? Правильно. Поэтому это первый подход. Первый подход и состоит в том, что все различие, которое у нас есть, все из опыта, и поэтому никакого другого различия не существует. На этом основано понятие схемы, что всякий рода схематизм, он весь из опыта. Но с другой стороны, если мы не можем придумать никакого различия, откуда вообще что-то новое возьмется? Ну, в том-то и дело. Потому что все остальное тогда, это просто комбинация, вот эти различия, они просто как-то и заранее соотнесены. А мы просто вот прочертили эти связи и, типа, якобы установили что-то новое. И я бы даже сказал, как вообще вот наш вот сейчас, который разговор происходит, это различие между схематизмом, да, и самостоятельным мышлением, как бы таким креативным, что называется, творческим, которое новое, которое генерирует что-то, да, помимо опыта. Как такое различие могло бы быть, если бы все было схематизмом, понимаешь? Как бы мы вообще узнали о том, что можно вот так генерировать? Словно говоря, откуда бы такая мысль-то взялась? Не, ну просто с другой стороны, допустим, предположим, что мы можем быть активными и не придумывать какие-то различия, которых даже самим в мире нет. То есть непонятно, как бы мы могли в мире указать на то, что вот они как-то присутствуют. То есть тогда бы это было означало, что... Что тогда бы это означало? Ну это уже не такой эманентный мир, как хотелось бы. Это означало, что в самом мире те различия, которые якобы мы усматриваем в мире, могли бы быть тоже придуманы нами. Могли бы быть придуманы нами, да. То есть мы как бы усматриваем это различие, а на самом деле его нет по факту. Но это уже как бы вообще не эманентный разговор, потому что мы тут как бы забегаем до опыта. То есть он еще не произошел, а мы уже говорим, что какие-то различия наши. В опыте-то мы никогда не знаем, наши они или нет. Нет, мы в опыте не знаем. Но это как бы... Но если бы мы могли придумывать различия, то тогда можно было бы подумать и о том, что и в опыте какие-то различия, которые мы видим, они не полностью то уж. И вот, собственно, отсюда как бы и весь трансцендентализм, и вся вот эта проблематика теории познания. Потому что считается, что как бы мы можем придумывать. И считается, что как бы вот мы не просто, так сказать, впитываем, но что, короче говоря, наш разум, он силен. Вот. Не, ну, это возможно, да. Это вообще-то некоторая позиция, которая возможна, наверное, да. Трудность этой позиции состоит в том, что вот это то, что ты называешь по праву, да, то, что да и его, оно каждый раз будет возникать. Как мы, какое право мы имеем вот эти различия, которые чисто наши, которые, ну, как бы неадекватные, скажем так сказать, миру. Так нет, это понятно. Мы из мира взятых. Как мы можем навязывать миру их? Так нет, нет. Речь идет не о том, удобна эта позиция или неудобна. Понимаешь, что она неудобна, и что в ней, как бы, гораздо сложнее, как, так сказать, и познавать, и жить, и, как бы, и мыслить. Вот, ну, вопрос, может быть, она просто ближе к реальности, понимаешь, может быть, потому что у нас такое различие между по факту и по праву есть. Вот, оно уже у нас есть, даже с точки зрения имманентной вот этой теории, если такое различие у нас есть, значит, как бы, оно есть и в реальности. А раз оно есть в реальности, значит, вот все, она уже не имманентна. Вот о чем речь. Как бы, такой, получается, парадокс. Не, ну, тогда, может быть, мы должны были бы, может быть, какое-то сопротивление. Короче говоря, как бы... Со стороны опыта мы могли бы тогда, должны были бы встречать какое-то сопротивление. Если бы мир... А мы не встречаем вроде его, почему? Ну, как встречаем, почему? Не те различия применили, как бы, у нас не получается. Ну, а как наука работает? Так и работает. Не те различия, как бы, какие-нибудь привела, у нее ничего не соврослось. Вот. Попробовала другие. Просто, понимаешь, вот существование Канта и кантианской философии уже говорит против имманентности мира. Вот как получается. Нет, ну просто это трансцендентное странное какое-то. Трансцендентное находится на нашей стороне. Не там... Ну, да. ...а с этой стороны. Потому что, если мы генерируем такие различия, которые в самом опыте изначально, как бы, не даны, и мы, как бы, его навязываем опыту, да, то тогда мы состоим источником вот этой трансценденции. Ну, да. Ну, это ведь как бы... Просто с какой стороны посмотреть? Да и слово трансцендентное... Не, просто... Суть-то в чем состоять? Если трансцендентная была бы с той стороны, то тогда бы это различие уже было бы в мире, мы только просто бы усматривали. Ну, сейчас, например, я не вижу различий, а вдруг, как бы, чуть-чуть, как бы, зорче посмотрел, как бы, настроил аппарат, как бы, и увидел, ах, оно же есть. Это гегель. Это гегель. Это гегель, да. А теперь получается по-другому, что не то, что я там что-то настрою, там, дело не в этом, а, как бы, я вот там что-то придумаю, какую-нибудь там, математическую теорию. А потом раз ее так... И навяжу. Да, и потом скажу, а вот... Спроектирую вовне и скажу, а вот тут вот так вот можно думать. Можно так или нельзя, вдруг раз оказывается, что можно, почему-либо там. И причем, как бы, это будет даже и не очевидно, там, потому что математические теории бывают вообще какие-то там специфические. Ну, да. Ну, у меня, на самом деле, в этом отношении иногда поражают всякого рода, в последнее время, там, такой раздел математики любопытный, как теория алгоритмов. И там очень много всякого рода... И граф вот эти вот всякие, да? Да, там много всякого рода таких теорий нетривиальных. Даже звучание, ты их прочитаешь, как бы, и непонятно, почему это так. Хотя, вроде, все-то оказывается, но они немного странные. Ну, опять же, теоремы Гёделя сюда относятся. Они немного странные, какие-то такие теоремы. Они, вот, противоречат то, что можно было бы назвать какому-то здравому нашему, вот, такому классическому смыслу. Вроде, как бы, для нас, вот, с точки зрения, вот, некой завершенности красоты мышления должно было бы все быть попроще. А вот эти вот такие вот теоремы, типа Гёделя и вообще, там, теория алгоритмов, она показывает, что все, на самом деле, намного как-то по-другому, сложнее. Что вот эта красота, она не удается. Не удается завершить, как бы, знаешь, так вот, некую полноту, там, противоречивость. Какие-то, вот, есть вот такие понятия, которые хотели бы вот это все знание сделать еще мало того, что хотели бы... Ну, это просто еще раз говорю. Говорит о том, что, возможно, вот тот опыт, который перед нами развернут, что... Ну, другое дело, это мышление. Тут, как бы, может быть, мышление так устроено, а опыт, как бы... Может быть, мы, как бы, мыслим так вот все время, вот так, нейманентно. То есть, просто контраргумент всегда был какой. Вы можете как угодно там мыслить, да, ну вот же мир, вот он, как бы, один, целый и так далее. Что бы вы там ни думали, да, вот мир вместе с вами представляет собой целостность. Ну, это такой тоже абстракт. Вера была такая, что на той стороне мира, да, вот, есть некая гармония такая, вот, некая здесь красота, как бы, и простота. И что надо ее усмотреть. И если, как бы, что-то получается так, что некрасиво, там, и непросто, и... То это проблема нас, да, что нам не удается этой простоты и гармонии, там, достигнуть. И мы должны искать ее, а не самого мира. А теперь, получается, вот эта теремия Гёдова как бы доказывает, что и не может быть этой гармонии красоты. Так нет, в той же физике, да, допустим, в той же физике это вечная, как бы, проблема, да. То есть, были какие-то те же симметрии, да, вот, гармонические, которые, как бы... Сейчас все симметрии замкнутся, и общие теории симметричные... Главное, все теории строят симметричным. Но, как бы, ну, реальный мир не таков. Поэтому там всякие вводят схемы спонтанного нарушения симметрии. То есть, изначально мы заточили на некую гармоничную симметрию. Да, то есть, мы как бы не можем, в принципе, строить теорию, да, другую. Математически мы не можем даже действовать иначе. Мы обязательно должны какую-нибудь группу симметрий положить в основание... У нас вера такая... Да даже не вера, еще раз. Это, как бы, это закон функционирования вот этого мышления. Ну, в данном случае, математики. Не может, как бы, в основании не лежать вот группа симметрии. Как тогда, при переходе, там, от одной системы координаты до другой, как они будут преобразовываться? По какой группе симметрии? По какой? Не может такого быть. Понимаешь? Вот. Поэтому, вот она должна быть там. А уж, как оно в реальном мире, ну, к сожалению, по-другому. Это с группами симметрии. А там же есть еще вот эта симметрия обращения времени, да. То есть, мы, как бы, всегда думали, что что туда, что обратно. Раз, нарушаются. Правая отлично от левого. Копа. Вот. Ну, там, зарядовое сопряжение, там, частицы, античастицы тоже, как бы, нарушены. Ну, короче... А у всех античастиц есть? Что? Не у всех же есть античастицы. Ну, по этим таблицам античастицы. Просто парадокс в том, что, как бы, мы где-то как-то антиматерии-то не видим. Понимаешь? Вот. Как-то материи много, а антиматерии что-то не видно. Вот. А по идее... Или что это может означать? Это может означать, что, ну, как бы, ну, и такие, как бы, факты уже научные есть, что там нарушена эта симметрия. Вот. Это может означать, что, как бы, все-таки состояние вещества выгоднее энергетической, чем антивещества. Чтобы они, как бы, все-таки, не абсолютно симметричны. Да. Опять же, не симметричны. Точно так же, как, как бы, двигаться по времени, двигаться против времени, по-разному, как бы. То есть, все-таки, мы вот эту симметричность навязываем? Потеряли, мы потеряли ее везде. Вот, как бы, в современной физике мы потеряли ее вот везде, где только можно. Симметричность? Да. Вот я говорю, и во времени, и правая отличная от левого, и вот эта частица, а эта частица. Просто там других, как бы, других преобразований не осталось, да? Ну, с других, как бы, способов там. Так все-таки, я просто хотел спросить, а так мы симметричны, мы миру навязываем, получается? Получается, что мы. Получается, что мы, как бы, так мыслим, и мы ищем симметрию. Мы, как бы, да, получается. Ну, вот, если смотреть на физику, вот почему, как бы, все любят Канта? Потому что все более-менее, как бы, в курсе науки, да? И видят, что наука-то действует именно так, вот, что она, как бы, берет с потолка откуда-то какие-то там свои схемы, симметрию, которую любят, еще что-то. Набросила теорию, хопа, не получилось. Вот, попробовал что-нибудь там, поменяла свою, условно говоря, априорную, да? Ну, вот, допустим, вот этот вот поиск симметрии, это уж действительно какое-то априорное просто, понимаешь, устремление. В самом-то смысле, что и в этике формально, ведь та же самая симметрия там, я наблюдаю просто, что там тоже вот вся этика, она основана вот это, делай другому то, что ты хотел бы, чтобы сделали тебе и прочее, это все даже элементы симметрии. Это где равные субъекты вступают в это взаимоотношения, поскольку они должны действовать в отношении друг друга одинаково, да, и права у них одинаковые и прочее. То есть, это вот некий ворот симметрия, да, это симметрия взаимоотношений выражается вот в неких ворот правилах таких и законах. Любопытно, что вообще, может быть, симметричность это некая наша установка? То есть, получается, это то, что мы говорили о том, что человек все-таки может что-то выдумывать. Но есть все-таки какие-то вот такие установки, какие-то априорные. Ну, вот я говорю, то есть, из нашего обыденной жизни, из нашего опыта, из нашего там, ну, обыденной в кавычках, да, то есть, мы про науку что-то знаем, все-таки есть ощущение, что мы вот что-то навязываем в мире. И какие-то различия, как бы, они от нас исходят. Ну, вот есть такое. Нет, ну, понятно, кстати, почему, как бы, все-таки симметрия. Да, ну, вот представь себе, как обычно, откуда симметрия возникает в физике? Говорят, вот один объект, вот второй объект. Если они, как бы, идентичны, почему, как бы, в сторону одного они, они же абстрактны. Их поменял местами, и потом все повторится. Все повторится. Вот если конкретные объекты, тогда они конкретные, тогда можно было бы, как бы, объяснить, почему, как бы, так сказать, что-то происходит в пользу одного, а не в пользу другого. Вот. А тут они все взаимозаменили. Ну, и самофакт, неразличимые частицы. Да, да. Ну, так в этике, в формальной этике и люди, как бы, субъекты становятся неразличимыми. Да, и точно так же их можно поменять местами, должно все правило сохраниться, и поэтому возникают эти симметрии, этические. Да, да. Ну, симметрия перестановок, фактически. Да, а на самом деле, когда мы говорим про конкретную этикульту, то это и состоится в том, что там нет симметрии, что там все сложнее. Потому что там конкретные люди, они разные. Так все-таки про мысль-то, опять же, возвращаясь к разговору. То есть, получается, что дело даже не так происходит, что наша мысль пытается там, ну, она пытается, конечно, да, вот, и мы пытаемся изъять какую-то схему на основе этой схемы размышлять, а получается, что мы размышляя, пытаемся навязать схему реальности. То есть, мы придумываем некую схему и навязываем ее. Должен быть все симметрично. То есть, просто вот есть ощущение, что и так сказать, и так будет как бы неправильно. Сказать, что мы все схемы оттуда вынимаем, ну, не верится в это. Вот. Уж больно мы настойчиво, я говорю, там, какие-то проталкиваем симметрии, там, еще что-то. Уж больно настойчиво мы что-то там проталкиваем. Что, как бы, в мире не обнаруживается в конечном счете, да. То есть, если бы мы, допустим, если бы он обнаружил сбок с ним, да, все, как бы, было бы на... Вот. Ну, и наоборот сказать, что мы все это навязываем миру, все свои формы, ну, не так. Что-то мы действительно, как ты правильно рассказываешь, как на стекле рисуем, там, да, выводим. И вот в этом проблема. Это, как бы, проблема неудовлетворенности философской, да. То есть, мы никакого ответа не дали. Вот. Так до сих пор, за все эти тысячелетия, вот, мы так и не смогли. Ну, как бы, у нас есть два вот эти крайние варианта ответа, которые неудовлетворительны кто-то другой. Ну, никакого... Я здесь пытался, там, говорить о какой-то неалгоритмичности, того, каким образом мы познаем мир. То есть, на самом деле, мы каким-то образом, путем каких-то проб и ошибок, там, метание туда и обратно, как бы, вытаскивание схемы туда, попытки проектирования схемы, и прочее, прочее, это... Мы как бы добиваемся какого-то понимания, но никакого алгоритма, каким образом мы это делаем, нет. Просто вот это вот как-то происходит. Мы этому научаемся в течение жизни, там, как-то передаём из поколения в поколение. Но как это, на самом деле, работает? Как вот показать алгоритм его, как-то описать, каким образом всё это происходит, невозможно. Это также, возможно, относится ко всему. И к поведению нашему относится. Ведь поведение наше... Если оно следует правило, оно ведь тоже должно смотреть в реальности некоторого рода применимость этого правила, что вот эта конкретная реальная программа, конкретная ситуация, к нему применим вот это правило. Да главное, что есть сказать, вот там, про этику добра, как ты выражаешься там, говоришь. Сказать, что там вообще нет, как бы, никаких законов, и там человек, вот, исключительно из конкретности действует. Ну, а как это так, вот, из конкретности? Да, всё забыл, как бы. Что такое идея? Только глаза открылся. Да, да, да. Только вот смотрит, а эта ситуация требует этого, да? Вот. Но это фантастика, как бы, не бывает такого... И дело не в том, что, как бы, это недостижимый идеал, да? А дело в том, что это не имеет отношения, опять же, как бы, к реальному факту добра, который мы, как бы, пытаемся описать. Вот. Слишком, как бы, фантастическая какая-то картинка. И вот, вот это беда. Потому что, постоянно есть соблазн скатиться либо в одно, либо в другое, во что-нибудь. Потому что они, как бы, внутри, внутренне, логично, как-то, самосогласованно, они замкнут, они замыкают. Либо туда, либо сюда замыкают мир. Ну, а как иначе можно сказать? Ну, просто, мы, как ни странно, когда пытаемся что-то высказать, пытаемся вот, какие-то крайности впадать. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Потому что стороны всегда беда. Да. 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 Да.